Мисс Барнаул Мисс Барнаула Икра Мисс Барнаула Пос Понск там 17-й раз мы проводим, это видно сразу с первого взгляда, потому как девушка поздоровалась, когда зашла, потому как она общается, потому как она улыбается, как она себя чувствует на кастинге. Ну и, конечно, мы проверяем, умеет ли она красиво подать себе походку, дефиле. Алина, как вы в свое время решили стать участницей? Как решили прийти? Что вас столкнуло? Ну, в 13 лет меня мама отдала в модельное агентство «Стиль». Так как я была закомплексованной девочкой, я стесняла своего высокого роста, мальчики меня в школе дразнили, но мама поняла, что это только изюминка. Я занималась 3 года примерно, и я узнала то, что проводится конкурс «Мисс Барнаул-2020», и я решила принять участие вместе со своей подружкой, и вот так вот я стала обладательницей «Мисс Барнаул-2020». Помните ли первую встречу, вот этот самый первый кастинг, когда, наверное, волнение было максимальным? Волнение было максимальным, я даже не ожидала то, что я смогу что-то занять. Я в первую очередь шла для опыта, для каких-то новых знаний, с новыми впечатлениями, но, наверное, так как я шла в полностью в расслабленном состоянии, скорее всего, именно поэтому у меня получилось победить. Я была сама собой. Татьяна Викторовна, конкурс называется «Конкурс красоты и таланта». Вот кроме внешних данных, что еще будет оценивать жюри уже, я так понимаю, на финале, то есть какие испытания нужно будет пройти, чтобы приготовить? Ну, традиционно мы идем по сценарию «Мисс Россия», то есть это у нас четыре выхода. Первый выход – это как визитная карточка, то есть девочки немного рассказывают о себе, мы с ними знакомимся, знакомятся зрители, знакомятся жюри. Второй выход обязательно – это постановочный, танцевальный. Здесь мы проверяем как раз наличие какого-то таланта, подвижности, пластичности, умения работать в команде. То есть это все мы делаем с хореографом, чтобы это было красиво потом на сцене смотрелось. И потом четвертый очень важный конкурс – это собеседование жюри. Здесь мы узнаем, чем девушка живет, ее персоналити, то есть чем она еще занимается, помимо вообще того, что она пришла и считает себя достойно участвовать в конкурсе красоты. И чем больше девушка разносторонне развита, чем больше у нее, скажем, талантов в чем-то, рисование, живопись, вокал, может быть, она в студенческих отрядах, может быть, она волонтер, может быть, она занимается приютами животных, тем больше критериев для победы. Ну и, конечно же, самый красивый выход – это выход вечерний, тут никаких талантов нету, тут в чистом виде красота, элегантность. Красота все-таки – это такое понятие относительное, его линейкой не измеришь, или трудно оценивать. Есть ли какие-то все равно объективные критерии, которые жюри обязательно учитывает, и можно сказать, что по ним мы честно оцениваем участниц? Ну, вот вы знаете, вот таких прям объективных, таких, наверное, нет. Почему? Потому что мы оцениваем по 5-10 балльной системе, потом баллы считаем, но все равно жюри потом садится и начинает обсуждать, что именно в девушке понравилось вот на финале, да. И, как показывает практика, та девушка, которая открыто улыбается, которая чувствует себя раскованно, которая, она, широкий и легкий шаг у нее на сцене, да, но ее сразу видно, вот понимаете, вынь да положь, вот она и побеждает. Алина, помните, что вы показывали жюри, и как думаете, чем именно так удивили, очаровали, что стали победителем? Я часто улыбаюсь, улыбка — это все, все на нее обращают внимание, и я старалась передать всю свою позитивную энергию зрителям, жюри. Просто вела себя само с собой, раскованная на сцене, ничего не боялась, чувствовала себя уверенно, потому что сцену я люблю, на сцене я как будто превращаюсь в другого человека. Мне это нравится, мне нравится заниматься этим, и, скорее всего, у меня поэтому все получилось. Я хочу добавить, что никто не ожидал в 2020 году, чтобы победить Алина. Она была самая младшая, ей было 16 лет. Ни на репетициях, нигде не было вариантов того, что она станет победительницей. Но когда она вышла на сцену в шикарном платье, с красивым, у нее был красивый макияж, у нее такая элегантная прическа, как-то все совпало, что жюри сразу ее отметила. Хотя до этого жюри видела ее много раз. Вот что это? Это значит, надо уметь в определенный момент собрать все свои силы, всю свою энергию, весь свой позитив и выплеснуть это уже перед зрителем. Почему? Потому что жюри очень опытный у нас. У нас вообще председатель жюри из Москвы, она же ведет фэшн-тиви-программу. То есть она сразу понимает и сразу видит. То есть она общается с артистами, общается с известными личностями, с знаменитыми моделями. И она когда прилетает, садится к нам в жюри и сразу видит, вот эта девочка, вот это и вот это, претендентки на первое место. К этому вернемся еще. Хочется Алину спросить, а что представляли? Вот какие-то номера, которые про ваши таланты рассказывают? Там стихотворение, песня, вот что было? У нас был общий номер с участницами. Это танец на военную тематику. Мы его довольно долго репетировали. Также это был выход дефиле, постановочный номер в брючных костюмах. Там мы показывали свое умение ходить на сцене, походку. Ну, на танце уже мы показывали умение перевоплощаться, менять эмоции, потому что жюри тоже на это обращали внимание. Конкурс первый был подобный в твоей жизни? Второй. Недавно я участвовала в конкурсе «Мисс Алтайская регата». Тоже на него попала совершенно спонтанно. Все точно так же, как и на «Мисс Барнаул». Собралась все свои силы, вела себя спокойно на сцене, улыбалась, пыталась передать свою позитивную энергию жюри и зрителям, и получилось таким образом одержать победу. Как-то твоя жизнь, я причем спрашивал, первый ли конкурс, как-то жизнь твоя изменилась после победы в «Мисс Барнаула»? Естественно, да, я стала более уверенной в себе. Это прям было очень сильно заметно. Я поняла, что я могу добиваться каких-то больших целей. Начала ставить перед собой больше каких-то желаний, целей, и помаленьку, маленькими шагами я шла к ним. Елена Викторовна, вот уже спросили Алину, а в принципе победительница конкурса «Мисс Барнаул» – это как в спорте, победив на региональных состязаниях, отправляться на всероссийские? Да, каждый год. Каждый год мы представляем три самых крупных конкурса красоты в России, спешу отметить, бесплатных. То есть очень много фейковых конкурсов, в которые ты заплати деньги, и ты будешь «Мисс Мировая модель», грубо говоря. У нас есть три конкурса, они уже очень давно, тоже лет 20 в России. Это «Мисс Туризм России», это «Жемчужина Черного моря» в Севастополе проводится, и «Мисс Россия». И вот на все эти три конкурса победительницы разных лет, мы их отправляем. То есть это как официальная лига, да? То есть только пройдя «Мисс Барнаул», можно в этот конкурс заявиться? Да, да. Просто так с улицы нет. Если вообще говорить о том, чем занимаются девушки, которые участвуют в конкурсе красоты, это хобби или это может быть профессией? Вот чем вообще можно заниматься, кроме того, что участвовать в конкурсе красоты? Чем вообще? Ну вообще девочки все разносторонние, у них своя жизнь помимо конкурса красоты, она как бы была, есть и будет, и остается. Я имею в виду, что это какой-то модельный бизнес, или это вот как просто хобби, а это вот другая жизнь? Ну вот вы знаете, нет, однозначно я не могу сказать, что это хобби, потому что уже показывают, как в последние годы, да, Мисс Барнаул, он стал своего рода, знаете, он своей жизнью зажил. Почему? Потому что к нам обращаются после конкурса какие-то фирмы, которые ищут себе красивых девушек на работу. Например, в этом году у нас две девушки после Мисс Барнаул строились менеджерами в автоцентр. А у нас девушка стала вести прогноз погоды благодаря конкурсу Мисс Барнаул, потому что к нам обратилось телевидение и сказала, вот у вас есть красивые девушки с конкурсом Мисс Барнаул, давайте проведем вот такой кастинг. Поэтому, если вдруг вам нужны красивые девушки для прогноза погоды, пожалуйста, вот в этом году будет много интересных и красивых, обращайтесь. Ну и вот вы говорили про членов жюри, что в принципе конкурс-то он, ну не местечковый, это уровень российских конкурсов. Он вообще не местечковый, потому что у нас в прошлом году, например, в жюри приехал самый известный режиссер телеканала СТС, у нас был в жюри, и Елена Новикова, директор международного агентства Каста Модус, офис которого находится в Москве, в Испании. И, скажите, с фэшн-тиви у нас были. И вообще это проходит на День города, на главной сцене города, на площади Сахарова, где 20 тысяч народов и девочек. Поэтому достаточно такой серьезный уровень. Алина, после Мисс Барнаула, получается, ты на другие конкурсы поехала представлять Алтайский край. Был такой опыт? Опыта вот такого не было, но уже 19 июля я улетаю в город Севастополь на конкурс «Мисс Жемчужина Черного моря-2024» представлять Алтайский край. То есть для тебя вот через такую паузу за 4 года, получается, продолжение случилось? Да, так как Татьяна Викторовна сказала, что я в Мисс Барнаула победила еще в юном возрасте, а уже всероссийские конкурсы, они имеют ограничения по возрасту. И, так сказать, я за эти 4 года росла, готовилась как физически, так и духовно. И вот сейчас я поняла, что именно это тот момент, когда надо стартовать. Вот мы вначале уже с вами говорили, что красоту вроде бы как не измеришь, но есть такие вещи, как стандарты красоты, и которые мы видим, что год от года как-то меняются. И конкурс проводится уже 17 лет. Вот за этот большой период как эти стандарты красоты менялись? Ну, ты с того, что у всех на слуху, если что касается моды, да, какого-то модельного бизнеса, мы видим, что, допустим, бренды одежды какие-то начинают рекламировать. Люди более, ну, так скажем, раньше были стройными, сейчас бодипозитив в моде, да, то есть можно уже себя любить всякого. Вот как, в принципе, меняются стандарты красоты, и какая красота сейчас популярна? Ну, видите, вы же не модельный конкурс. Вот есть конкурсы чисто модельные, например, топ-модель России, или вот представители, кстати, очень интересного конкурса, очень-очень такого значимого, топ-модель of the world, то есть топ-модель мира, который каждый год проходит либо во Вьетнаме, либо в Таиланде. У нас девочки после мисс Бернолл тоже участвовали. Там критерий четкий. Рост не менее 176 сантиметров, и бедра не более 90 сантиметров. Если у тебя рост 180, ты вообще идеально подходишь. Но мы же не модельный конкурс. Мы все-таки конкурс, чтобы показать жительниц нашего города. У нас нет таких четких определенных стандартов. Мы не можем, как вы сейчас меня спрашиваете, измерить эту красоту сантиметром и так далее. У нас были девочки из 165 роста, и были девушки, которые в бедрах были больше 100 сантиметров. Но если на кастинге я вижу, что она огонь, я обязательно ее возьму. То есть у нас нет четких критериев на мисс Барнаул. Но единственное, бодипозитив, все вот носятся с бодипозитивом. Во-первых, сейчас он уже отходит. То есть модельные агентства за рубежом и в Москве уже потихоньку отступают от этого понятия. Я не против и не за. Я просто констатирую факты. Виктория Сикрет, которая очень вела такую большую политику, что мы за бодипозитив, потом они, в принципе, потеряли очень много в продажах. Сейчас вернулись своим любимым ангелом с модельными стандартами. Но у мисс Барнаула этого не касается. Поэтому мы берем девушек более-менее нормальной комплекции, не обязательно очень худых. Есть ли какой-то образ или отличаются ли жительницы Барнаула Алтайского края от девушек из других регионов? Это я к чему. Насколько они на конкурсах всероссийских выглядят иначе и насколько успешно выступают? Можно сказать, что можно наших девушек... Есть отличия. Есть отличия. Я же тоже сама иногда езжу. Через год я обязательно приезжаю вместе с моделью на конкурс. Допустим, на мисс Туризм России мы уже много-много лет тоже, более 20. Раньше этот конкурс назывался мисс Волга. И наши девочки отличаются, как говорит директор конкурса, очень отличаются. Они достаточно скромные и очень культурно себя ведут. То есть конкурс – это же не только выход на сцене, это же еще и вечерние мероприятия, это общение со спонсорами, общение с жюри. То есть все смотрят, вот как она ведет себя еще не только на сцене, но и в жизни. И вот наши алтайские девчонки, девчонки с конкурсами из Барнаул, они всегда создают очень положительное впечатление, что меня радует. Это, видимо, наше все-таки воспитание. И нас с удовольствием всегда приглашают. И даже берут иногда с Алтайского края, с Барнаула по два человека, чего нет с других регионов. Алина, в преддверии конкурса главного красоты Барнаула, что могла пожелать бы тем, кто на него идет, и может быть тем, кому, ну, к сожалению, так случится, удача не улыбнется? Ну, в первую очередь, я хочу каждой девочке пожелать удачи, потому что они должны верить в себя, в свои силы, если они уж на то, все пошло у них. Также, если вдруг у них что-то не получится, то в первую очередь, это для них будет опыт. Также можно попробовать подать во второй раз на следующий год заявку, и, возможно, там уже у них что-то получится, потому что многие девочки, которые не выигрывали в первый раз, они подавали повторно заявку, и тогда уже у них получалось занимать призовые места. В свою очередь, я хочу поблагодарить телевидение Толк за очень мощную информационную поддержку конкурсами «Сбернул» в течение уже многих-многих лет, и в этом году мы с удовольствием снова встретимся с вами. Спасибо, а я в свою очередь благодарю вас, что вы пришли сегодня к нам в гости и украсили наш эфир. И напоминаю зрителям, что мы говорили о конкурсе «Мисс Барнаул-2024», подать заявку, на который еще не поздно. Может быть, именно вашей красотой спасется мир. Спасибо, что были с нами. До встречи. Спасибо.